Продолжение следует... 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 нам помогает вылечиться и достиг желаемого результата в своей жизни. Но когда мы воду пьем, это раз. Еще при страхе очень хорошо помогают дыхательные практики. Дыхательные практики помогают, когда мы вдох делаем, чуть-чуть задерживаем, в это время нейроны, мозгу меняются. И при выпивке спокойно, когда осаждаемся, и глубокий также еще воздух, не прерывая 11 раз, если сделаем, это тоже очень хорошо помогает. Почему? Именно дыхательные практики дают возможность нам внутри все, вот то, что защемлено, здесь где-то мы упали, там есть какие-то оскопки или что-то. Именно дыхательные практики помогают. Когда я ехала в Владикавказ, очень сильно упала. Очень сильно причем упала, вот это тоже хочу объяснить. В этот момент очень сильный поток людей был, надо было помощь, именно с семьей мне приходили. И одна семья, когда ушла, он обратно вернулся, ничего не оставил, я так задумалась. Он-то ничего не оставил, значит, что я что-то сняла с него. Вы не понимаете, я так упала, я думала, ребра слетели. И я очнулась, держу, я живая или мертвая. Я просто молиться стала, молитвами стала. Вот понимаете, когда работаете людьми, какой бы кондиции ни было, молитесь. Именно молитва поможет помочь и другому человеку, и вам самим защититься. Это не такой-то легкий труд, что мы помогаем, это хорошо. Главное, помощь и желательной молитвой любой кондиции. Потому что мы не работаем только человеком, мы работаем его с сочностью. Внутренне, который этот болезненный укрепил внутри уже. И вот, когда уже я приехала к Ганне Михайловне, так благодарна, как Лейля уговорила, Лейля, они, честное слово, просто перед уездом уже, я, когда мы ехали к Диане и Лейле, они говорят, давай заедем в больницу. У меня машина перечет, у меня это боль. Я не могла оставить, потому что тут уже так же выступление было. Я думаю, Лейля, но выступать надо. Если в больницу зайду, скажут, что ребра сломанные, о чем думать буду, как ее ребра у меня сломаны. Что могу донести, Лейля? Я не смогу. Вы не поверите, выступление разрешилось. Диана сказала Ганне Михайловне, Ганне Михайловне лели, и мне там они посмотрели, что-то сделали. Но это было на дорогу. В дороге обратно она восстановилась. Домой придя, я очень сильно тахаджу, на мазах моляюсь, ощущаю, что делать. Вы знаете, когда дыхание. Вот и каждому из нас это бывает. Вдох, дыхание, живот собираем, да, вот, в позвоночниках. И при выдохе обратно так же задерживая, туда же собираем. Вот так, десять раз делая, только опускала. Вот несколько дней сделав, вы не поверите, я живая, здоровая стала. Но это необъяснимый, неоставимый фактор, честное слово. Поэтому, какой бы ситуации не было, дыхательные практики очень хорошо помогают каждому из вас. Но когда дыхательные практики, нусом только работаем вдох, задерживаем живот, вынохи ту же нусом, задерживаем так же живот, и это помогает позвоночник восстановить. Когда позвоночник восстановлен, наш пупок тоже восстанавливается. Часто у каждого из нас, несмотря муж, чины и женщины, все зависит от пупка. Если пупки есть какой-то вот развик туда или сюда, оно, как сказать, создаёт внутри нас дискомфорт. Когда у нас дискомфорт создаётся, у нас не получается бизнеса, семейных отношений. Это внутри развязка. Когда внутри что-то теряется, это как кнопка. Вот в таких моментах семьи расходятся, в таких моментах бизнеса не складывается, в таких моментах болезни приходят. Поэтому выправка пупка – это желательно. И выправка пупкой, вот именно вдох и выдох, даже если, может, не найдете сразу такого целителя, который пупки управляет, вы можете дыханием вдох и выдох, не опуская живот, подтягивая позвоночнику, вы сможете сами выстраивать внутренний мир. Потому что здоровье, Альхамдар, очень нужна, но также удачный бизнес, удачная работа, и полноценная семья тоже нужна. Полноценная семья тоже, именно тут по очень много зависит. Запомните, потому что семья – это ценность, семья – это продолжение. Какое бы у нас ни было богатство, квартиры, дома, но остаются наши дети, поколения. Для того, чтобы семейность отдельно воспитывать, важно, чтобы семья полноценно воспитывала сами дети. Вот, всё поняла. Есть ещё у меня такой зубные пасты. Когда мы с утра начинаем, встаём, нам всегда нужно пить воду. Когда пьём воду отдельно, два стакана тёплой воды, и полчайной ложки вставим. Это медицина пророка, это травы, 180 трав. Если лужа полчайной ложки на стакан воды утром, это очищает внутри и даёт бодрость энергии. Каждому человеку, вы здесь все работаете людьми, когда работаем людьми, энергия теряется. Вот это восстанавливает энергию. После этого мы всегда утром идём, лицо моём, руки моём, зубы чистим. Вот это тоже зубная паста, она очищает. И когда ночью очистишь зубы, и после чистки на них делаешь зуба, и ночью организм идёт самовосстановление, и это помогает очищать ЖКТ и кишечник. Когда ЖКТ и кишечник восстановлены у нас, мы полноценные получаются. Поэтому эти продукции вполне возможно каждому из нас нужны. Я когда-то от этого рака вылечилась, потому что когда я болела раком, мы жили пивни, отправили меня в Москву онкологию. В онкологическом, когда уже профессор, всё там проверили три недели, потом говорят, операция нельзя. Когда мне сказали, операция нельзя, я попросить стала. Ну, у вас месяц-полтора осталось, говорит. Я тогда на мере не делала. Что же успею сделать за полтора месяца? Я вот каждый день, каждую минуту стараюсь делать благо для всего человечества, несмотря на какой кондитет человек, несмотря на какой религии, потому что мы все одинаково приходим, одинаково уходим. Мы научиться должны искренне поддержать друг друга и уважать друг друга. Это самое главное. Каждому из вас желаю здоровья, успехов, просветания. Егорову огромное спасибо из-за того, что когда ко мне так-то из разных стран приезжает лечиться, ко мне зашла женщина из Анталии прилетела. И она говорит, иду учиться биомеханике. Я говорю, познакомь-ка, я тоже пойдем. Я прихожу туда, там, Беленкова, я благодарна ему, с его супругой девушкой Еленой. Они говорят, давай ты лучше анапу. Вот Егорова, Владимир Владимирович и Галина Михайловна, они говорят, давай, помощь мне. А я, Владимир Владимирович и Галина Михайловна, вы молитвы величите, давайте курсы проходить, иду, потом ассоциацию. Искренне благодарю вас. Здоровья, успехов, просветания. Всем оба счастья. Благодарю.